Давайте поддержим аплодисментами ребят! Максим Львов занимается велотриалом лет 8. Вместе с друзьями колесит поприками, демонстрируя свое мастерство. Вот и на фестивале зрители в течение получаса с замиранием сердца следили за прыжками через препятствия, вращениями и прочими экстремальными трюками. Навыки это, конечно, хорошо развитый вестибулярный аппарат. Здесь чувство равновесия достаточно хорошо должно быть развито, ну и смелость. Столь масштабный велофестиваль проводится в Краевой столице впервые в рамках приоритетного проекта главы города «Перемь спортивная». На сегодня велосипедные прогулки – один из самых любимых видов активного отдыха горожан. Программу фестиваля построили так, чтобы заинтересовать и тех, кто уже давно оседлал железного коня, и тех, кто только задумывается о его приобретении. Когда велосипед ездил, я узнаю интересное. Фестиваль в экстрим-парке стал логичным продолжением официального открытия велосипедного сезона – пробега «Пермское кольцо», который состоялся накануне. Было более 1200 человек, велосипедистов. Мы проехали 60 километров. Очень хорошо прошло, всем понравилось. Велосипедное движение в Перми с каждым годом набирает обороты. И его поддерживает глава города Игорь Сапко. Мэр приехал на велофестиваль с дочкой и не применил поучаствовать в одном из соревнований – езде на скорость. По его инициативе в Перми активно развивается велоинфраструктура. Мы договорились и в этом году создаем полноценные велопарковки. Их в городе Перми будет 20. Я уверен, что мы сделаем все возможное, чтобы велоинфраструктура в Перми активно развивалась и дальше. Этим летом в городе появится специальная дорожка для велосипедистов. Она будет оборудована резиновыми ограничителями. И поэтому движение по ней не создаст помех ни водителям, ни пешеходам. Ее маршрут пойдет по улице Ленина, начиная от Разгуляя и заканчивая Комсомольским проспектом. Екатерина Полевщикова, Александр Хробыстов, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.